Ой, красота-то какая! Пруд, парк, дворец. Вот умела Екатерина II выбирать красивые места для дворцов. По мне так более заслуживает внимание парк. Здесь были гроты, каньоны, какие-то там, говорят, павлини, павильоны. В общем, решили мы напоследок смотаться в Романцевские горы, но никто не ожидал, какая дорога сюда везет. В общем, мы сейчас, видите, мы все так подрагиваем. Давно ты сдавала нормы ГТО, скажи мне? Я вообще никогда не сдавала. Глаза боятся, а руду было. Это очень красиво. Это вообще какое-то инопланетное зрелище, ощущение, как будто мы находимся на Марсе. Вот эти такие кратеры, такие желто-песочные горы, а между ними изумрудная вода. Это вообще потрясающе, ребят! А сейчас мы отправляемся в другую... Ну, сам город, может быть, и не будем смотреть. Мы отправляемся в Богородице. Там находится Богородицкий дворец с парком. Это музей, и он связан с активной, любовной, сексуальной жизнью нашей великой императрины Екатерины II. Но сейчас мы вам не будем раскрывать их подробности, узнаете все на месте. Как я заинтриговала, а? Да, молодец, умеешь! Потеплее, солнечко, и сразу уже природа другая. Да, красиво. Прям смотри, какие разноцветные. А молодцы придумали! Вот это фишечка. Через 300 метров на светофоре поверните налево. Субтитры делал DimaTorzok Красота-то какая! Пруд, парк, дворец. Вот умела Екатерина II выбирать красивые места для дворцов. Мы находимся в Богородицке. Здесь находится прекраснейший, живописнейший Богородицкий дворец, который Екатерина II построила для своего незаконно рожденного сына. От фаворита Григория Орлова сыну присвоили фамилию Бобринский. Или, кстати, Бобринский. Я даже не знаю, как правильно. В общем, ребята, это место найживописнейшее. Ощущение, что ты попал в какие-то пригороды Петербурга, либо в пригороды Москвы, в какие-то бывшие, сохранившиеся, хорошо и хорошо обустроенные дворянские усадьбы. Потому что здесь, в самом деле, очень все по-туристически обхожено, по-туристически обыграно. Здесь, с одной стороны, есть история, а с другой стороны, есть такой современный, симпатичный, очень комфортный дизайн. Очень рекомендую. Местный, да? Ты местный мальчик. Богородицкий, богородицкий пёс. Хороший мальчик. Куда ты так глядишь? Хороший мальчик. Очень хороший мальчик. Но почему-то на него больше впечатлений Несса произвела. Несса, он прям тебя преследует. Увы и ах, но дворец оказался закрыт на реконструкцию, поэтому внутрь мы не смогли попасть. Ну, что могу просто коротенько рассказать о том, что был построен он в 1773 году по проекту архитектора Старова. Ну, построен для незаконнорожденного сына Екатерины Второй, я уже сказала. Но всё-таки мне кажется, ну, он такой сделан в классическом стиле дворец, но по мне так более заслуживает внимание парк. Дело в том, что этот парк впервые был создан нашим соотечественникам, русским, ну, ландшафтным дизайнером, тогда это просто называлось, видимо, садовником, эти люди называли садовниками. Вот он создан впервые русским художником, ну, я бы назвала его садовым художником, с парковым художником Болотовым. И надо сказать, что до этого времени в России в основном копировали парки французские, итальянские, английские. И для раскладки этих парков всегда приглашали иностранцев. А Болотов настаивал на том, что русский парк, он должен быть иным, он должен учитывать культурные, природные, бытовые особенности русского человека. Ну, то есть российская природа, растения, деревья, которые здесь произрастают, они несколько иные, чем в Италии, Франции и Великобритании русский человек другой. Например, в парке были забавы. Была такая скамеечка, уединенная на островке, и люди приходили на эту скамеечку, садились, мостик, который соединял этот островок, с основной землей поднимался, и на людей начала выливаться вода. Вот такие смешные были здесь истории. В парке-то практически ничего не осталось от затей Болотова, потому что здесь много было всего. Здесь были гроты, каньоны, какие-то там, говорят, павлинные павильоны. Сейчас уже ничего не осталось, но все он прекрасен. Я иду по Екатеринскому мосту. Правда, к Екатерине Второй он не имеет никакого отношения, потому что он был построен в 2011 году на месте разрушившегося старого моста. Как только он появился, у баграчан сразу появилась традиция, как только кто-нибудь женится или замуж выходит, свадьба, приезжают сюда и вешают на перила моста замки, закрывают, так люди бросают воду. Но через какое-то время запретили баграчанам вешать сюда замки, не объяснили почему, но я могу предположить, что, видимо, конструкция моста не выдерживает такой нагрузки. Представляете, там тысячи замков, и все это давит на мост. Вот моя подруга Инесса как раз рассказала, что в Новодевичьем монастыре, она там недалеко живет, тоже есть такой мостик, он еще меньше, чем этот, и там тоже свадьбы вешают замки, но администрация этого парка рядом с Новодевичьем монастырем каждую неделю снимает килограммы этих замков и утилизирует. Ну, в Богородске решили просто запретить и тем самым спасти мост от разрушения. В общем, решили мы напоследок смотаться в Романцевские горы, это такой природный заповедник с красотами, но никто не ожидал, какая дорога сюда везет. В общем, мы сейчас, видите, мы все так подрагиваем вместе. В общем, ездить сюда зимой и после дождей не имеет смысла, потому что дороги нет, но ее делают. Но ее делают. Это, да, это пролестно, но людей много. Значит, видимо, стоит того. Так что сейчас увидим. Стоило нам так мучиться, преодолевая эти ухабы. Инесс. Ага. И вот, понимаешь, нам туда, нам туда вот надо забраться, понимаешь, вот туда, наверху. Я не знаю. Чего, ты не пойдешь? Это не я. Да ладно, ну, Инессу надо. Ну, понимаешь, ради искусства, ради моего видеоблога надо забраться. А видишь, какой вид сверху открывается? А вот ты как раз заберешься. Ну, это ужасно. Ужасно. Ну, ладно, попробуем, давай. Пошли. Записываешь. А до этого не записывала. Так что мы записали, но не записали блог. Повторяем, как выглядит работа блогера. Открываем. Это я снимала уже. Открываем. И я говорю Инессе, Инесс, нам надо туда подняться. А я говорю, не могу. Тебе на ты понимаешь. А ты понимаешь, я теперь звук не пишу. А вот теперь я пишу звук. Мало того. И я говорю Инессе, опять, дубль три. Инесса, нам надо туда подняться. Инесса, что ты мне говоришь? А я говорю, не, я не пойду. Тебе на ты подниматься. И я тяжело вздыхаю, как будто в первый раз. Говорю, придется ради моего блога. В общем, давно ты сдавала нормы ГТО, скажи мне. Я вообще никогда не сдавала. Нет, ну Инесса, ну как это так? Надо вот сдавать... Я совершенно не спортивная девочка. Девочка ты... Это же видно по мне, по моей фигуре стройной. Инесса, второму подбородку. В общем, когда-то же нужно начинать сдавать нормы ГТО. Ой, это невозможно. Это надо. Я знаю, тебя заставит только любопытство. Родина сказала надо, партия ответила, есть. Саша. Саша. Глаза боятся, а Руду у него. Очень красиво. Ага. Это вообще какое-то инопланетное зрелище. Ощущение, как будто мы находимся на Марсе. Вот эти такие кратеры. Такие желто-песочные горы. А между ними изумрудная вода. Это вообще потрясающе, ребят. Если бы я знала, что это находится в Тульской области, я бы не поверила, покрутила пальцем у виска. Но дело в том, что такие марсианские пейзажи находятся в Тульской области. Это называется Романцевские горы. И вся эта красота создана руками человека. Невольно он стал создателем такой божественной, марсианской красоты. Дело в том, что здесь добывали уголь открытым способом довольно долгое время. И, естественно, в земле было много пустот и трещин из-за этого. И когда уголь перестали добывать, все это дело забросили. И началось строительство самой природы и красивых пейзажей. Вода проникала в трещины и образовывала такие изумрудные прудики озера. И вот так в Тульской области появился невероятно красивый заповедник, Романцевские горы, куда сегодня, как вы видите, сожжается огромное количество народа. И я считаю, что это мастхэв для тех, кто живет в России и ищет, где бы в России набраться впечатлений. Здесь просто мозговоносящие впечатления. Редактор субтитров А.Семкин